Приветствую вас, и что же, давайте попробуем сначала разобраться в том, что с вами происходит. Значит, весь полный спектр эмоций, которые вы чувствуете, которые вы испытываете, он у вас происходит потому, что имеет место быть лично заинтересованным в том, чтобы с этим мужчиной находиться рядом. Смотрите, вы пишете, что когда он вам звонит, пишет и, в общем, проявляет интерес, вы жизнерадостны и довольны. То есть, получается, что вам дают внимание, вам, получается, дают заботу и ласку, как вы думаете. Значит, это вас устраивает. Это то, что вы хотите от него. И, понимаете, у вас есть определенная потребность. потребность в этом мужчине. И, как правильно сказала коллега, бороться с разразительностью, то есть подавлять ее, нельзя, не стоит. Это путь в никуда. А вот понять причины такой разразительности можно и даже нужно. На самом деле причин может быть две. Первая причина – это, конечно же, перенос. Т.е. вы на своего мужчину переносите потребность в отце. Как бы сказала моя коллега. В этом случае получается, что мужчина нужен вам именно как отец. И тогда для начала нужно проработать ваши детско-родительские отношения. Вероятность его отношения с вашей папой. И понять, что вы этого мужчину не то, чтобы прямо любите. Он вам нужен как отец. И воспринимать его нужно именно так же, как отец, как отца. Не как вашего мужчину, которого вы видите сейчас, а именно как отца. И потребность в отце, т.е. потребность в заботе, в ласке и т.д. Вам нужно удовлетворить. И это делается либо через поиск соответствующего человека. То есть, ну, такого человека, который мог бы, например, дать вам все, что вы хотите, именно как отец. Или через работу с терапевтом. То есть, через работу с терапевтом вы сможете удовлетворять свои потребности в работе. Сможете как бы драть стиль то, что не смогли сделать, когда было нужно. Но существует, понимаете, и другой вариант. Это вариант уже ваш личный. Видите ли, вы влюбились в мужчину старше себя. Скорее всего, перед этим, имея какие-то отношения. И, скорее всего, эти отношения были для вас негативными. Давайте подумаем. Агрессия и разразительность есть следствие эгоцентрического поведения. Т.е. мужчина вам чего-то не дает. Чего вам мужчина не дает? В чем вы нуждаетесь, именно как женщина? Т.е. есть разница, да, если мы говорим о вашей проблеме в контексте личных отношений. Вот, понимаете, если мужчина действительно является объектом вашей любви, именно любви, не страсти, любви, то вы желаете ему счастье. Если вы желаете ему счастье, значит, вы понимаете, что если он не проявляет к вам внимания, значит, вы не являетесь для него той женщиной, которая, по его мнению, сделает его счастливой. Счастливым тоже, прошу прощения. А значит, ну и на этого человека оставить. Но вы не можете оставить. Вы нуждаетесь в нем. В чем вы нуждаетесь? Быть может, это страх остаться одной. Может быть, это неуверенность в себе, сомнения в собственной привлекательности, сомнения в собственной нужности. Может быть, какие-то комплексы и так далее. То есть, как бы, причины вашего поведения могут быть в этих двух основных аспектах. Равно как и тот аспект, почему вы влюбились именно в мужчину старше себя на 20 лет. То есть, вам если что-то двигало, как-то же ваш выбор был совершен, чем-то же мужчина вас привлек. Вот об этом всем нужно разговаривать. Агрессия и разродительность есть следствие непонимания того, чего вы хотите. И следствие неверного, неправильного удовлетворения своих потребностей. Агрессия и разродительность есть следствие фрустрации. То есть, невозможность выполнить какое-либо действие, которое вы хотите. Вот так, в принципе, и нужно вам действовать. Методов борьбы, как таковых, нет. Есть осознание, понимание, изменение своего поведения. И есть направления вашей деятельности, которых вы можете придерживаться. Например, это, как я уже сказал, личная жизнь и соответствующие проблемы там. Например, это детско-родительские отношения и соответствующие проблемы там. И в том и в том случае нужно разбирать достаточно большой пласт вашей жизни. И вот где-то в этих пластах и находится корень вашей проблемы. Найдем корень, можем избавить вас от этих симптомов. Симптомы, понимаете, они говорят о том, что у вас есть желания. И эти желания, ну, не удовлетворяются. А вы не хотите их удовлетворять. Вы, наоборот, хотите с ними бороться. Это неправильно. Может быть, вы в своей жизни так и поступаете, что боретесь со своими желаниями. Не доверяете их. Не принимаете их. Не даете им права на жизнь. Отсюда ваша недостаточная самооценка. А отсюда проблема в личной жизни. Потому что мужчина, он обращает внимание на должность, на которые себя ценят. Исходя из того, что вы описали, можно предположить, именно предположить, не утверждать, а предположить, что вы себя недооцениваете. То есть цените себя недостаточно хорошо, недостаточно высоко. И мужчины это чувствуют. Он чувствует, что вы в нем нуждаетесь. И отсюда, отсюда проистекает ваша проблема. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.